Потому что Ислам оказался как-то замешан в подготовке этого покушения. Замешан не в том смысле, что он там что-то замышлял, а люди, которые были в его окружении, оказались в этом замешаны, и он за этим как бы не уследил. Поэтому его пустили под замес. Ему прострелили обе руки, если вы помните, в 2016 году, в мае месяце, ему прострелили обе ладони. Он ходил... Ас-салам алейкум. Ас-салам, он говорит. Брат, ты не боишься, что тебя найдут. Почему ты открыто говоришь о своем местоположении. Не боишься, что тебя настигнут. Ава алейкум. Я не боюсь, что меня найдут. В плане страха. Опасаешься ли ты этого? Да. Делаешь ли ты что-либо, чтобы это не произошло? Да. Как-то о своей безопасности я беспокоюсь. Боюсь ли я их? Нет. Боюсь ли я того, что они настигнут? Нет. Боюсь ли я того, что они меня убьют? Нет, не боюсь. Остерегаюсь ли я этого? Да, остерегаюсь. Да, я забочусь о своей безопасности, предпринимаю необходимые меры. Но не боюсь. Как думаешь, почему многие из окружения Кадырова мерзкие или заблюда? Ведь можно уважать человека, но не лизать. Извини за выражение, почему такое поведение даже у взрослых мужчин? Конечно, ты прав в том плане, что человека не можно уважать и не лизать, а его так нужно уважать. То есть лизание не входит в уважение. Это не признак уважения. Но там они делают то, что от них требуют на дырах. Это не так, что они ему навязали лизание. Это он навязал им. Чтобы ты, например, ты глава какого-нибудь района, глава администрации, чтобы ты работал на этой должности успешно, так скажем, чтобы тебя не увольняли, ты должен иметь аккаунт в инстаграм и исправно репостить, показывать всячески свою лояльность. Вот то, что ты называешь вылизывание. Ты должен этим заниматься. Иначе тебя просто уберут с работы. Просто из-за этого. Саламу алейкум, брат, ролики про Кумыка. Почему не до рассказал? Ведь мы всегда воевали бог оба Кумыраком. Ва алейкум ассалам. Ну как, почему? Я же там объяснил, что Кадыров говорил о предках чеченцев, а Ташухаджи был Кумыком. И, соответственно, говорить о нем он не предок. Я же сказал, что это была выдающаяся личность, которая внес огромный вклад. Просто, ты понимаешь, говорить можно о многих героях той войны, от разных наций, но у меня видео просто не хватит, оно на час растянется. Поэтому, поскольку я упомянул Ташухаджи, я просто сказал, что да, этот человек очень достойный, но из-за того, что он не является предком чеченцев, но это никак не умаляет его, понимаешь? Просто речь здесь идет конкретно о предках чеченцев. Потому что Кадыров в своем посте сказал о чеченцах и о их предках. Поэтому мы на нем не остановились и не стали эту тему более освещать. Вот еще один мне пишет, смотрите. Тумсо, надо создать группу или чат или сайт, где надо объединить ногчи, а то нас делят на европейских, домашних, кадыровских, надо прекратить дележку простого народа. Как это сделать? То есть объединиться вместе с кадыровцами, что ли? Как ты можешь с ними объединиться? Самое ценное, что есть у человека, это его убеждения. Как можно жертвовать убеждениями ради какой-то национального любого-то единства? Люди должны объединяться на основании убеждения, а не национальности. Как раз таки убеждение стоит во голове, а не национальность или принадлежность какой-то группе к ТАИПу нет. Убеждение главное. Без политики, говорит, нашими обычаями, нашими достояниями и так далее. Есть много чего мимо политики. Да это все, это все пыль. Это все пыль. Как на основании каких обычаев ты можешь объединиться с кадыровцами? Объясни мне, как ты это себе, как ты это вообще допускаешь? Ты такой же, как и они, если ты просто это себе допускаешь. Если ты считаешь это возможным, ты такой же, как и они. Ты как раз таки из их группы. Ты заслуживаешь того, чтобы с ними жить и с ними умереть и с ними воскреснуть. Ты, если к ним равнодушен, даже в этом случае ты заслуживаешь к этому, не говоря о том, что ты допускаешь мысль с ними как-то объединяться. Какое может быть с ними объединение? Это обычные российские чиновники. Последнее. Почему сплочение Ногчу тебя так взбесило? Нет безвыходных ситуаций. Это ты один из них, а не я. Твоя суть в разделении Ногча. Интересно, вот этот человек говорит опять о объединении с кадыровцами? Хотя в то же время он говорит, что ты один из них. Как это тебя понять? Если ты допускаешь, что ты можешь с ними объединиться с кадыровцами на базе того, что вы все Ногчи, но когда я говорю, что ты один из них, тебя это как бы оскорбляет. Но тогда тебя это не должно оскорблять, если ты готов с ними объединяться. У тебя, понимаешь, у тебя в голове каша. Разберись с этим сначала. Если тебя оскорбляет, что ты можешь быть один из них, то тебя должен оскорблять, сам факт должен оскорблять, что ты можешь с ними объединиться. Саламу алейкум. Какая-то вот то, что ему пришло в голову, что он хочет вот это там работать. Больше ничего. Если ты говоришь о простых людях, то у простых людей, ну, люди у нас слишком разные. Там ты так не определишь. А куда Ислам Кадыров пропал? Ну, он есть, скажем так, он есть. Живет там у себя где-то в селе. Занимается, как чей там, тренируется, что-то делает. В общем, ну, неплохо у него все. Конечно, у него уже нет политики, он уже ничего из себя не представляет. Ему, безусловно, трудно. Но о нем не стоит переживать. Потому что, скажи, возможно ли дворцовый перевод в кадыровской структуре? Это разве непонятно, что уже сколько, уже несколько было попыток свергнуть Кадырова. Уже несколько раз там он и убивал там тех, кто это пытался делать, и что только не было. И, кстати, Ислам Кадыров тоже по этой теме лишился своей должности. Конечно, возможно, и постоянно что-то происходит по этой теме. Почему Ислам ушел с должности с поста? Потому что Ислам оказался как-то замешан в подготовке этого покушения. Замешан не в том смысле, что он там что-то замышлял, а люди, которые были в его окружении, оказались в этом замешаны, и он за этим как бы не уследил. Поэтому его пустили под замес. Ему прострелили обе руки, если вы помните, в 2016 году, в мае месяце, ему прострелили обе ладони. Он ходил с перебинтованными руками. Посмотрите старые его записи. Тогда он был уже еще, он тогда был руководителем администрации, главой и правительств Чеченской республики. Затем его переводят на должность вице-премьера, а потом из вице-премьера его увольняют в никуда. Присчитаю, что у Кадырова Ислама есть шансы восстановить свой статус, или он уже окончательно отдыхает. Я думаю, что шансы, конечно, есть. Но я думаю, что он уже никогда не взлетит на столько. Скорее всего, не взлетит. В том, что правда, что Ислам Кадыров приезжал к тебе, и у вас был разговор. Ислам Кадыров приезжал не ко мне. Ислам Кадыров приезжал к моему дому, и вызвав меня, просто забрал. То есть они приехали за мной, и меня забрали. И уже к нему. Ко мне он не приезжал. Ну, я в гости ко мне, у меня он не был. Томсо, скажи, вот все время критикуешь. Неужели ничего хорошего не делает руководство для народа Чечни? Евгений, скажи, пожалуйста, если ты, это, наверное, русский человек, россиян, нет. Вот возьмем Третий Рейх, СС Гитлера. Вот его тоже, конкретно, да, его там пропаганда, машина пропаганды, его критикуют и правильно делает. Но ты думаешь, он что не делал ничего хорошего для народа? Он тоже делал много чего. Но это не принимается, понимаешь, вот это вот то, что он хороший делал, это не принимается, если в целом его режим является тиранией. Понимаешь, Сталин тоже много чего, если там покопаешь, ты найдешь хорошее, что он сделал. Однако это тоже не принимается, потому что он тиран, он уничтожил миллионы людей. Это не принимается. Точно так же и с этим режимом Кадырова. Мало ли что он там хорошее делает. Это подобно тому, что маньяк пошел, расчленил 14 детей, убил их, понимаешь, всех расчленил, там куда-то останки выбросил. Вот он пришел и видит кошечка в подъезде у него голодная. И он ее берет, ласкает ее, заносит домой, кормит ее, понимаешь, делает доброе дело для этой кошки. Но кому нужно это его доброе дело, которое возил этой кошки, если он только что убил 14 детей? Ты понимаешь разницу? Нас не интересуют его благие дела, пока он терроризирует наш народ. Нам это не интересно. Субтитры создавал DimaTorzok